приветствую всех с вами холдэм и мы продолжаем проходить игру то не бани другая история продолжаем погружаться в эту крутейшую историю буду надеть ее скоро доделают потому что хотя конечно все ближе к нам подходит именно и 5 эпизод он довольно скоро выйдет в этом году кажись если я не ошибаюсь ну я буду прям в себе глазенками следить за и ты за этим чтобы не пропустить его и мы мы все-таки успели пир вместе со всеми сыграть этот эпизод также именно устроим марафон нафиг по зайчику буду снимать просто без перерыва нафиг настолько мне нравится она волка ну и будет еще некоторые интересные вещи я запланировал чисто так что вас порадовать а вот сейчас мы будем дальше именно веселиться соли погуляли с полиной довольно хорошо насладились 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 прогулкой солей короче все прям хорошо пока что никаких монстров ничего не предвидится но перед началом рекомендую подписаться на канал а то на нас подписаны только где-то из этой процентов смотрит наши видеоролики именно с подпиской только 55 процентов человек примерно вот вам этого ничего не стоит а это меня сильно мотивирует и вы первыми будете видео узнавать а теперь погнали после же я помог сестренки почистить слетевший с настроек починить слетевший с настроек телевизор провозившись с ним битый час я принял принялся делать домашнюю работу в этот раз задание на дом на дом были или элементарны даже для меня человека не особо понимающего в математике однако я уверен что бежда сейчас сидит в холодном поту пытаясь решить уравнение хотя она и понятно думаю эти x и y ему иногда никогда в жизни не пригодятся а пригодятся а пригодятся ли мне но зря так говоришь этому пригодится чтобы тебя вокруг пальца не обвели ты в расчеты мы используем очень часто если уж уравнение тебе и могут не пригодится возможно то вот вычислять хорошо нужно задумавшийся пошел подошел к окну своей комнаты извините если я буду но там прерываться или буду дышать через рот так как у меня заложен нос а записать видеоролики хочется так как у меня наконец-то появилась довольно быстро появилась возможность снова заняться нашим любимым делом смотря на отражение своего лица я не переставал думать о произошедших со мной вещах после переезда в этот дом перчатка пропавшего мальчика дикие собаки милиционеры девочка в костюме рыжей лисы друзья хулиганы летница староста и талантливая полина раньше я думал что это городской темп жизни был слишком быстро и перенасыщен для меня я ошибался здесь это насыщи насыщение настолько сильны что она буквально превратилась настоящий водоворот событий ходячая книга почему полина меня так назвала либо я слишком скучный в общении либо наоборот интересно скорее тебя просто можно по лицу прочитать о чем сейчас думаешь обычно так говорят обычно это употребляют когда говорят о ком-то и нацелить своими эмоциями дружище зависит от того какую книгу она имела в виду надеюсь все-таки интересно я вздохнул полной грудью сел на кровать пора спать завтрак завтра новый день надеюсь я проведу его с большей пользой от себя спокойной ночи родители приятных сновидений оля сладких снов полин сказка на ночь глава номер два проснувшись я вяло встал и с нежеланием включил свет настольные лампы зимнее утро встречала меня про непривычные картины окошко тумба кровать такое чувство что с каждым утренним пробуждением меня настигает день сурка и сказать что мне это надоело скорее наоборот я рад что нет никаких кардинальных изменений надо быть для начала поесть не хочу ходить голод все-таки поесть перед школой стоит я же не хочу чтобы ребята на уроках слышали как урчит и живот недолго думая схватил банку сгущенки и хлеб были ну вот везунчик были мне самым блин сгущенки хочется в этом мысли ли соли бак в этом и соли похоже похоже сгущенку сгущенку оба любят помимо как помню как мама рассказывала что я буду ч очень маленьким сгущенками ложкой ел а потом валялся в кровати и плакал съев 2 бутерброд я запил все водой и убрал со стола ну все прав путь радио с помощью этого радио можно уловить лишь старые шансоны последние новости поселка так как шансон никому не нравится она новость на но а новости всегда плохие мы его не включая все состоит ничего не открыть 11 ноября кто-то из нас и правда запутался во времени вырвав лист я принялся перелистывать календарь пытаясь найти верную дату 16 и наконец найдя нужную я аккуратно подогнул листок аппарат я так полагаю достижение нам насчет достижений да путь кстати говоря часть достижений уже открыто что забыл упомянуть как путь например путь ромки полностью я прочел самостоятельно так как он жутко короткий честно говоря мне честно говоря этого мне мне понадобилось где-то ну часов часа три-четыре максимум на прохождение он довольно короткий из-за этого именно понятки его и не стал проходить так что до часть достижений мы так и не увидел ну я тут честно говоря не ради достижения чисто чтобы почитать пусть и не особо сильно наелся но этого должно хватить собравшись я вышел на улицу двор встретил меня морозным порывом ветра в лицо он-то будто бы желал доброго утра по-своему что уж ничего так не отрезвляет лучше чем прохладный зимний ветер и стая снежинок залетевших за шиворот и так на и так и норовящих залепить глаза учеба в этой школе только началась а я уже успел измотать себя как физически так и морально пора идти это улица проходя по ней вспоминаю о первой встрече с алисой сами выбирают а первое воспоминание о первой встрече с алисой сами выбираются из глубин подсознание если вспомнить это было довольно пугающе если сейчас это плутовка неужели все было лишь сном таким реалистичным не понимаю людей ставших с утра пораньше что такое хватит возможно это у них вошло в привычку работа школа друю другие дела удивительно что по пути я еще никого не встретил однако идти даже как-то непривычно подожди а история у нас нету что-либо спите а вот история одному идти даже как-то непривычно как бы хотел ходить в школу вместе с полин и уходить домой тоже возможно это даже реальнее чем кажется прис посматривая на свежие сугробы и красиво переливающийся снег я поправил рюкзак о кого я вижу о пройдя еще пару шагов я вдруг краем глаза заметил силуэт она оказалась он казался призрачным но до более знаком алиса 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 и жили то она нет точно она как я рад снова видеть ее расслабившийся подошел ближе да она алиса привет вижу ты решила вспомнить о том самом месте где мы с тобой первый раз встретились так так беззаботно извиняюсь чисто так тишина как у тебя дела где пропадала тщетных попытках поддержать разговор я понял что алиса не слушай алиса я антоша антоша и чему ты так и не научился малость озадаченный таким упреком я нахмурился почему это ты меньше задавай глупых вопросов и больше слушай антон иначе твой язык рано или поздно доведет тебя слова алиса заставили меня поежиться это угроза а теперь слушай внимательно и не перебивай знай я не должна этого говорить но все таки я решила пойти на риск за время за временем я начинаю поднимать все больше о чем ты твоя сестра в опасности авто они уже идут за и обязан вернуться к ней прямо сейчас золи что-то должно случиться или уже случилось я я не должна была говорить этого но пожалуйста беги за всех сил да не дай ему навредить оль откуда ты беги расстроенный с нот расстроенный с нотками страха голос алисы возбудоражил от ее слов и ух хлынувшие в кровь адреналина мои зрачки расширились взглянув на патрулу в последний раз я развернулся и рванул так быстро как только мог лишь успеть лишь успеть черт поля поля воля спотыкайся заиндивившие сугробы старался удержать равновесие и бежать дальше я смогу я успею защитить сестру корявые ветки пустов выглядывавшие из-под сугробы угрожающие тянулись и старались ухватить за как на зло свежий только выпавший рыхлый снег превратился в зубучий песок желающий остановить сковать а затем утащить меня под свою точь с каждым движением я старался увеличить скорость не обращая внимание на усталость и на то что я выдыхаю слишком много ледяного воздуха болезнь меня сейчас не волновала мокрый уставшая стал спавлять нет нельзя надо бежать надо успеть домой ноги налились свинцов я уже и я их уже не чувствую силы все больше начинали покидать но страх уплотев всем телом подгонял мышцы сокращаться а сердце биться сильнее дом я уже его вижу близко забежал внутрь скинул куртку и влетел на второй этаж уставший запыхавшийся прокричал во все горло оля ты дома оля я протел глаза чтобы быстрее привыкнуть к полной темноте посмотрев на кровать сестры ее самой я там не увидел черт надо проверить в своей комнате срочно оль отзовись она любила играть в прятки и часто скрывала за шторами в моей комнате я шагнул ближе и быстро отдернул штору черт воли тут нет что же делать над бесходность я посмотрел в окно глаза сразу чипал от снега от разовшего от разовшего яркий свет фонаря приглядевшись я увидел оля и оля и оля и на улицу нужно срочно бежать увидев следы которые быстро замелись снегом я рванул по ней ведь медведь еще и безрассудно переследуя свою цель я не заметил выглядываю выглядывающий корень и споткнулся пролетев вперед себя я со всей силы навернулся лицом на твердый ледяной булыжник получив сильный удар по лбу и носу мысль о том что снег смягчит падение тут же испарилась как только ощутил адскую раздирающую боль в переносице пульсирующая кровь резко отдала в голову затуманив сознание и не давая подняться оля ради неё я надо встать но я не могу мысли не связываются в голова гудит мои мозги словно трясли несколько часов глаза закрываются нет только не сейчас пожалуйста нет кто последний момент перед тем как мои веки под собственной тяжестью закрылись я увидел странную пути какой какой ты тяжелый антон я почувствовал как меня тащит по снегу что это за голос кто что ты ух антон подожди немного чуть-чуть осталось очень очень знакомо и и и На пол Поначалу я даже не обратил на него внимания Так еще Так как еще не до конца пришел себе Голова трещала Но эта боль постепенно проходила И хоть я не особо понимаю Как оказался В своей комнате после случившегося Но я рад Рад, что не замерз на холоде Боль уже стихла Позволяя мыслям Свободно Обволакивать мой разум Надо же было мне так На ровном месте упасть Болван Пытаясь вспомнить своего спасителя Я услышал, как в комнату Кто-то вошел Антош, ты как? Это была Полина Увидев ее, на моем лице появилась Слабая, но все же радостная Улыбка Да уж Да уж лучше А что ты тут делаешь? Я действительно был удивлен Видеть Полину в своем доме Хотя иногда мне кажется Что мы чересчур часто встречаемся Интересно, это какой-то знак? Оля Что с Олей? Не переживай, с ней все хорошо У тебя нет повода за нее волноваться Я представил, как Полина тащит меня за руки по снегу И за это мне стало неловко Прости, что заставил тебя тащить такую тяжесть Ну, в смысле, меня Ахаха, Антош, ты такой забавный Где-то я это уже слышал Это была... так... небольшая трудность Со мной ничего не будет А вот тебе сильно досталось Точно ничего не болит? Полина произнесла это особенно ласковым голосом Да нет, уже не болит Правда, голова немного кружится Надеюсь, до завтра должно пройти Я с теплотой и благодарностью посмотрел на свою спасительницу Наконец, еле собрав расползающиеся в голове мысли, я спросил А как ты нашла меня? В лесу кого-то найти огромное везение Особенно для заблудившегося Я шла в школу и заметила тебя, идущего вдоль проселочной дороги Я хотела подойти и поздороваться Но увидела, что ты разговариваешь с кем-то у фонарного столба После ты резко развернулся и убежал А твой собеседник лишь посмеялся и скрылся за домами Я нашла это странным и быстро пошла по твоим следам Позже ты забежал к себе домой, и я решила, что все нормально Но как только я собиралась уходить, ты неожиданно выбежал и начал кричать имя своей сестры Я испугалась и спряталась за ближайшим деревом Ты побежала в мою сторону, но друг споткнулся и рухнул на землю Со стороны казалось, что ты свернул себе шею Мне было так страшно за тебя, Артон Но благо ты лег на спину, и я поняла, что ничего критичного не случилось А когда подбежала к тебе, ты уже отключился И дальше ты, наверное, не помнишь, что произошло Полина вправду позаботилась обо мне Я... я хочу сказать спасибо тебе Если бы не ты, Полин Эх, валялся бы на холоде и дальше Я сделала это то, что... я сделала то, что должна была Не стоит от благодарности Она мило улыбнулась И от этой улыбки в груди появилось приятное, греющее чувство Как же хорошо, что я знакомился А как и мои родители отреагировали на это все Мама, скорее всего, была в ужасе У тебя такая классная мама, Антон? Когда я постучала в дверь, она быстро открыла ее И как только увидела тебя, синяка, лежащего на земле Она тут же обняла меня и поблагодарила После мы быстро уложили тебя в кровать Мы? Стоп, я что, не в школь... не в школьный... аэ... Ахаха, не бойся, я не подсматривала Потом твоя мама позвала меня на кухню поила чаем и отдала мне твои конфетки заслужил того больше у нас были конфеты каждой секунды все больше вопросов она рассказала интересные истории о том какой ты был маленький и смешной мама мама а еще одна разрешила называть ее тети карины и заходить в любое время читай будущем тебе не придется знакомить меня с родителями очень игриво сказал это полина по странному улыбнулась что она имела ввиду от еще маленький но это буквально намек на возможную свадебку посмотрим сейчас на время что сейчас все сколько времени кстати неплохо сейчас секундочку и отойду так мне не так говорим так что давайте продолжим проиграть что на виду ну да наверно ладно тоже я пойду в школу а ты отдыхай до встречи полина вышла из коп постой ой постой крик эхом раздался в моей моей голове до этого уже практически не ощущая вещь не ощущаемая боль стала разгораться новый сил но мне уже было не до нее я подскочил и быстро накинул себя школьную форму даже не заправив рубашку форму даже не заправив рубашку и выбежал из комнат опоздал опоздал антон ты куда собрался тебя отдыхать нужно а то еще свалишься где-нибудь опять тебе до дома девочка тащить будет я хорошо себя чувствую правда мой взгляд с надеждой упал на дверь странный ты какой-то она принялась внимательно смотреть и тут ее выражение лица изменилось она будто что-то вспомнила что-то забытая но вместе с этим приятные светлые понятно все с тобой ну топ и быстрее а то не догонишь спасибо мам я выбежал из дома благодаря морозному свежему воздуху и стала куда вы гораздо лучше а дальше я все же не рискнул бежать и быстрым шагом направился по дороге в школе полин постой услышав мой голос она обернулась автон ты чего здесь делаешь ты должен быть в кровати все хорошо уже ничего не болит как назло в этот момент я почувствовал головокружение и потеряю и потеряв равновесие чуть было не упал это х вижу я как тебя ничего не болит вот возьми меня за руку я не ослышался давай скорее а то еще сильнее опоздаем перестав стоять столбом я кивнул да хорошо взяв полину за руку меня обдала жаром ведь правда так намного легче держась вместе мы с уверенностью шли вперед головная боль отошла на второй план сейчас меня больше заботило чувство небольшой тревоги а вот полина видимо совсем ничего не беспокоило она шагнула радостно радостно заботу мы стали меня что-то обрывает мне бы так как думаешь мы пропустили что-нибудь интересное в школе я не думаю что могло произойти интерес что могло произойти интересного особенно в школе согласно но почему-то у меня такое чувство будто что-то случилось а может и случилось что как а может и случилось что как придем узнаем хорошо вы продолжали идти шаг за шагом мы вместе приближались к зданию школу я бы очень хотел растянуть этот момент а к сожалению дорога не бесконечно подойдя к школе полина мягко отпустила мою руку ну вот пришли дать что так быстро заходим да пойдем сделав шаг я заметил как парадная дверь школа открылась ой 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 увидев перед собой высокого мужчину я шагнул назад это же тот самый милиционер который приходил к нам домой в правого спрашивал ну что он делает школе здравствуйте их и поздоровавшись я опустил глаза как-то ты как-то вы поздно в школу собрались детишки да мы так проспали полина сразу нашла что ответить правда действительно говорить не стоит а то нас сразу в психушку упекут если узнают что было ранним утром проспали говоришь а то и чего в синяках весь это морозово тебя так огрела полина улыбнулась да нет 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 я упал просто лед скользко вот равновесие и не удержал ладно и ребятишки и когда мне сами болтать дел ваши дела важны ждать не будут единственное что хочу сказать будьте осторожнее поселке сейчас неспокойно ну сами понимаете и чтобы вечером из дома не выходили специально по улицам проезжать буду если увижу кого сразу в отделение вы все поняли да конечно товарищ милиционер я промолчал особенно будь осторожна ты морозова и торопливо проговорив фразу милиционера пошел меня и направился к своей машине особенно будь осторожна ты морозово что он имел ввиду и не находишь его стран тихо спросив поле тихо спросила полин да есть немного но я думаю что он просто серьезный милиционеры все таки надеюсь на это посмотрев на полину я сказал ну что заходим заходим то вот мы школе я подошел к двери и специально ой блин подожди их тихо 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 чё это так были на факов я нечаянно нажал на который ну фака фак ладно придется прочитать все что я подошел к двери специально широко распахнул и как только полина зашла я тоже я тут же последовал за ней ладно ладно антоша и надо зайти в класс музыки еще увидимся улыбнул 6 полида поспешно ушла я же осталась лизой осталось лишь зайти в класс волнение хоть и достигал достигала ли я но она было недостаточно сильным чтобы овладеть я зашел в глаз привет придя к началу урока извинился за по ставьте учительница блока учительница блока мама позвонила и блага учительница за опоздание учитель блока мама позвонила ей звонила ей рать после чего поспешил сесть на свое место ну чтож а на этом мы остановимся я думаю отличное место сейчас сохранение заваться называться сохраняшку заваться им сохраняшку вот надеюсь вам понравилось небольшой ну небольшой видеоролик это то что я просто успел сделать она кажется будет вы час так скажем запасе лежать я вот надеется успею уже завтра или послезавтра выложу его на канал дела все таки понимаете главное хотя бы успел хоть что-то записать надеюсь вы остались довольны ставьте лайки и дизлайки рассмотрение катекуйте предлагайте игры для прохождения обсуждать те вот на велку точнее дополнение точнее мод к этой на велке он надеется вам понравится ну и вот надеется я поскорее вернусь смогу доделать кое-какой небольшой сюрприз а то меня как-то нахлынул на меня счета нахлынул и мне прямо очень хочется кое-что сделать вот надеется в вам понравится и забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик такого новых видео знаете и по полде нашу маленькую но крепкую семью и не забывайте заглядывать в описании там будет ссылочка на мой дискорд сервер и на на мой дискорд сервер буду рад вас там видеть и сами конечно же не прощаюсь скоро увидимся